Европа пренебрегла отношениями с Африкой и этим воспользовалась РФ, премьер Чехии. Европа останним часом нехтувала розвитком Ведносин с Зе Африкою, а Россе и Китай скрестались отцим, об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК Украина со ссылкой на СЕСК на Вени, по его словам, Евросоюз пытается это исправить, а Фиала считает континент одним из главных ключей к решению миграционного вопроса. Посещая Эфиопию, Кению, Нигерию, Гану и Кот-де-Вуар, Фиала хочет поддержать экономическое сотрудничество и помочь чешским компаниям. В составе делегации Союза промышленности и транспорта Чехии его сопровождают представители более 20 компаний, Европа пытается исправить отношения с Африкой По мнению Фиалы, Чехия должна попытаться наладить отношения с другими регионами в нынешней сложной глобальной ситуации, Африка и избранные страны имеют огромный экономический потенциал, здесь много возможностей. Мы должны перестать смотреть на этот континент как на что-то, что нам неинтересно и находится далеко, сказал он. Он добавил, что разрыв между Африкой и Европой заполнили Россия и Китай, однако это осознали европейские государства и теперь пытаются это исправить, Россия и Африка. Недавно стало известно, что Российская Федерация после смерти главаря ЧВК, Вагнера, Евгения Пригожина работает над новой военной структурой, которая возьмет на себя разветвленные операции в Африке. Также глава Европейского совета Шарль Мишель подверг критике Россию за предложение поставить африканским странам 1 миллион тонн зерна. Спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субаха говорил, что Россия агрессивным поведением подрывает международную законность, реализует неоколонизаторскую политику и пытается пересмотреть международно признанные границы, что особенно опасно для африканского континента. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.